Ребята я вас всех приветствую сегодня у нас новый ролик про вот такой вот монстр стелс карго это стелс гепард 800 комплектации карго сейчас немного расскажу чем он отличается от обычного гепарда и что мы будем с ним делать будет такой интересный проект много уже на него обзоров есть вы достаточно наверное уже посмотрели поэтому расскажу вам так в двух словах отличается от обычный самый гепард только вот здесь вот установлены вот такие вот багажные площадки для перевозки грузов больших тяжелых в основном эта версия используется там службах мчс госслужбах и так далее для экспедиций вот такие вот здесь по всему периметру идут силовые дуги очень привлекает своем ну как бы вот этот задняя площадка именно назад можно нагрузить много привязать что-то поставить например можно сюда кофрик а сюда еще что-то грудь или просто так грузить для первое отличие это то что вот это обвес у него идет это вес можно заказать отдельно по моему стоит в районе 70 тысяч рублей и установить просто на гепард и второе это что стоит задний стабилизатор вот он идет сзади стабилизатор в обычном гепарде его нет вот так вот это все дело выглядит вот он во всем остальном это такой же гепард вот что мы сейчас хотим на нем сделать смотрите несмотря на то что вот эта площадка предназначен для перевозки грузов владелец его купил и в принципе хотел так его использовать без выноса и так далее но поездив на нем он понял что квадроцикл люто перегревается потому что как уже неоднократно говорила система 20 не годится к эксплуатации вынос по-любому нужен даже вот если он в жару поедет или где-то он постоянно останавливается то есть он едет где-то нагрузил свой квадрик полностью едет там допустим час у нее начинает расти температура 97 98 уже все он останавливается ждет едет постоянно работает вентилятор постоянно геморрой ему это надоело и он захотел сюда внедрить вынос радиатора мы будем думать сейчас как внедрить сюда вынос мы уже посмотрели как там и сюда его будем ставить также шнаркеля потому что экспедиция все-таки до предполагает под собой броды реки и так далее без шнаркелей не годится выведем шнаркеля дальше поставим нормальный руль естественно до руль защиту рук допустим и поставим сюда все и он уже будет комфортный хороший также попросил владелец поставить фар x чтобы было побольше света естественно экспедиции проходят ночью и так далее вот такой вот гепард планируем в итоге получить я еще не видел чтоб на карга ставили такой тюнинг мы наверное будем первопроходцами не знаю может и есть если кто-то есть скидывайте видео мы посмотрим но я пока если честно не увидел также здесь заменим шестерню масляного насоса естественно обязательно сделаем полный то так как это квадроцикл уже с пробегом протянем все прошприцу им все сделаем посмотрим состояние ремня состояние вариатора сделаем обслуживание вариатора и уже будет боевой такой заряженный гепард карга будет интересный проект для нас вот такой вызов небольшой я думаю мы справимся поставить вынос это не как на штатный квадроцикл здесь площадки железные придется что-то помудрить здесь и вот этот бампер немножко мешает но будем что-то делать думать чтобы владелец от купил немножко его у его это всем устраивает квадроцикл резина шикарная клиренс хорошие рычаги гнуты и так далее не устраивает что неудобный руль ужасно и вот постоянно перегрев ну и не может он реки преодолевать глубокие броды это конечно его печалит но после наших доработок его будет все устраивать на сто процентов я уверен так что ребята будем вам показывать промежуточные процессы и финальный результат как обычно надеюсь ролик будет интересный все не переключаемся погнали ребята это уже следующий день разобрали мы карго на и смотрите вот так он выглядит в разобранном состоянии до чтобы разобрать его долезть до шестеренки до например ремень поменять или что-то сделать необходимо снять сначала каркас то есть это еще дополнительная работа здесь не так сильно то есть ну на цену влияет на буквально там цене добавится чуть-чуть да но просто имейте ввиду если вы в поле где-то там на нем что-то у вас сломалось ремень там например порвался и так далее будет дольше по времени будете дополнительно снимать каркас вот а потом уже разбирать подножку и после этого только сможете поменять ремень и потом все это собрать назад в два раза где-то вам дольше надо будет это потратить времени так смотрите здесь у нас уже сделано заменена шестерня так мы подготовили под фары x сейчас будем вставлять сюда фары x проводку все вывели все сейчас будет ставится руль сюда магистраль шаркелей прокладываться все это стандартное самое сложное нам сейчас на эту штатную вот эту большую площадку как-то примудрить вынос мы вам потом покажем как все это дело выглядит извлекли отсюда уже радиатор все сейчас будем ставить новый бачок новые шланги и так далее вариатор здесь оказался старого образца сюда мы наверно скорее всего сейчас согласуем с клиентом установим усатую пружину чтобы не было стуков и так далее вот пока у нас процесс такой сейчас вам будем показывать дальнейшем вот сейчас поставим что-то покажем и так далее и финальный внешний вид потом все технические характеристики всем расскажем покажем в общем только начали в полном разгаре завтра будет готов так друзья промежуточный этап следующий мы снимаем прошло несколько часов у нас уже подключено полностью все магистрали шаркелей собрано все смотрите это вход вариатор это выход вариатор все прогермечено сзади крышка прогермечена магистраль проложено здесь максимально для прохода воздуха все не будет рваться ремни не будет перегреваться вариатор все здесь четко это штатная фара которая уже была переделаем проводку немножко все здесь исправим потому что было сделано немножко вот кинули здесь всякие накидали мы это все исправим и фару мы перенесем с бамперы на вынос потому что когда фара стоит на бампере там будет вынос так неудачно складывается что перекрывает весь поток воздуха шнуркеля у нас установлен уже все я как сказал вот рога все красивенько руль у нас вот так вот стоит владельцы уже ставили подогрева коса мы их перенесли сюда эти подогревы по-другому устанавливаться нежели наши они вклеиваются ну подогрева такси честно плохие мы предпочитаем alltech вы неоднократно из наших роликов знаете но так как здесь уже куплены установлены мы переустановили руль выглядит вот нас вот так вот все четко руль и конечно же с новой новой модификации с перекладиной было видно приборную панель любых положениях защиту рук сейчас ставим все будет четко так дальше у нас остается мы уже прошили квадроцикл сейчас здесь стоит наш фирменная прошивка с отключением лям фары x у нас стоят все четко вот они фары x дальше что у нас по плану самое сложное осталось мы сейчас будем все собирать осталось все собрать и установить вынос нестандартное решение и потом покажу как все это получилось сейчас подгоняем железную эту платформу что все аккуратно и четко смотрелось без зазоров без всяких без лишнего там колхоза чтобы вот этот вынос trophy pro наш внедрить в этот карга все получится отлично я уверен на сто процентов мы уже покажем может быть еще один промежуточный этап и уже финальный вид уже осталось недолго гепард карга становится настоящей пушкой для путешествий вообще будет брать любые броды в отличие от штатного гепарда не будет перегреваться также останется весь функционал сможет также возить грузы возить с собой бензин и так далее с удобным рулем в экспедиции представляете 1000 километров со штатным рулем это вообще врагу не пожелаешь а с таким рулем вообще сказка будет так что хороший свет будет стоять можно ночью ездить по труднодоступным местам и так далее ну просто не нарадуйся на этот проектик очень уж он не нравится так что друзья осталось немного не переключаемся следим но все друзья самая ответственная часть вот этого проекта у нас собрано мы очень боялись как тут вы нас станет красиво нет получилось офигенно посмотрите все четко ровненько вы на железо металлический сочетается прям с этим все как будто кажется как будто она заводская мне очень нравится гораздо лучше смотрится на самом деле чем на штатном багажник потому что вот реально кажется это все единая конструкции и прям черное все очень вписывается прям вообще мне супер нравится сейчас мы надеваем бампера и общая картина вообще будет по-любому бомбической смотрите иксы стоят все стоит шнурки ли я вам показывал руль все всем показал ставим усатую пружину ну и собираем будем вам показ вы нас просто классный получился такие вот дела итак друзья вот наконец готов наш гепард карга все-таки я посмотрел в интернете ни одного видео я не нашел путем по гепарду есть там пару видео ну просто где о нем рассказывают презентуют но чтоб кто-то его заряжал такого нет надеюсь мы первые это сделали как обычно да все но если найдете видео то присылайте смотрите у нас очень круто получился вы нас радиатора здесь стоял раньше балка она стояла вот здесь она перекрывал поток воздуха и и мы поставили наверх во первых а теперь выше будет давать лучший свет и во вторых не будет мешать потоку воздуха вы нас сюда вписался просто идеально кому-то это вся летая одна конструкция фары x придают ему более брутальный такой вид посмотрите внешне вообще смотрится офигенно значит что мы еще здесь сделали мы сделали здесь установку усатой пружины кулачки здесь не требуется здесь не будет каких-то грязевых и так далее есть просто будет турист туризм пружину от берпи широкий высокий руль защиту рук подогрев здесь уже стоял мы все переподключили просто по нормальному и так далее сделали здесь полное то заменили шестерню масляного насоса обязательно поставили шнаркеля потому что вот как я еще раз повторюсь это гепард для путешествий экспедиции а какие могут быть путешествий экспедиции без шнаркелей я вот не понимаю едем горы горные реки карелии то же самое тоже реки переправы как преодолеть на туристическом квадре на таком чё разворачиваться делать крюк там и не забери объезжать до некоторых местах и реку-то нельзя объехать поэтому теперь вот у вас здесь сумки канистры висят чтоб не замочить вот по такую спокойно заезжаете все офигенные шины у нас стоят туристический как раз они как раз для гор для пересеченной местности можно и по асфальту где-то уже там передвигаться и погрови как будет офигенно стоит сзади стабилизатор спереди стабилизатор это я вам уже показывал вот такие офигенные багажники на самом деле мы думали как вот это все место оставить да и подумали что все-таки все будет нормально все равно здесь можно все равно много чего расположить при большие канистры 2 еще какие-нибудь прицепить может быть мышки небольшие короче съелась не так уж и много теперь этот квадроцикл полностью готов к путешествиям любых испытаний можно на нем хоть автономно там тысячу две три километра палатку бензин и пошли тогда но я не знаю гепард на одном баке проезжает у нас примерно 200 250 километров до есть спокойно 250 то есть бак плюс еще там ну несколько канистр больших но можно спокойно 1000 проехать я думаю там если 33 канистрочки еще взять 250 и три раза по 250 еще плюс короче тысячу можно проехать и палатку можно загрузить и так вот сюда две больших канистр одну еще назад палатку там все все дела все пожалуйста первый в россии гепард вот как у нас выглядит задний багажник сюда я не знаю можно например сюда по бокам две канистры сюда наложить сюда какие-то сюда палатку сюда вещи вот так что здесь еще сзади есть фаркоп но вряд ли с полицепом будет удобно путешествовать по горам фаркоп это больше для такого перевести какие-то для дачи так далее вот а так надеюсь владелец все это понравится он уже оценил фотографии им отправил фотоотчет ему очень понравилось он очень доволен внешним видом вот показываем вам пишите ваши комментарии мы считаем что это теперь идеально для туризма путешествие квадры так что все друзья пишите комменты ваше мнение по этому поводу и до новых встреч друзья